Да, вот теперь точно погнали. Ну что, привет. Расскажи про себя, пожалуйста, чем занимаешься. Привет, Дмитрий. Меня зовут Жафар Фарид. Я занимаюсь корпоративной безопасностью уже 10-й год. В феврале следующего года как раз исполнится. Начинал я с очень каких-то базовых вещей, из разряда кадровых проверок для группы компаний Rolf. Думаю, многие, кто знает автомобильный холдинг. И для Coca-Cola. Ну то есть это все всякие разные клиенты были, которые были заинтересованы в проверках кандидатов в основном. Это была моя основная функция. После меня пригласили в логистику. И вот с логистикой я уже дружу намного дольше. Ну точнее, как намного дольше. То есть уже где-то в районе 8 лет поработал и ледяным специалистом, и руководителем службы безопасности. И уже последний год вышел в какой-то очень специфичная функция вроде аутсорса. И в дополнение ко всему этому руковожу сообществом службы безопасности в логистике, что приносит мне невероятное удовольствие. На сегодняшний день я состою в 7, как я посчитал буквально вчера, сообществах служб безопасности не своих. То есть их очень много разных. Они вроде бы должны посвящены быть чему-то, но в основном это просто какая-то, как мне показалось, бесцельная аудитория в том плане, что у них нет какого-то общего знаменателя. Они собраны, но непонятно ради чего. Вот. Поэтому в прошлом году, в октябре, было принято решение с моими коллегами организовать свое сообщество, которое, в общем-то, я и веду уже больше года. И мы занимаемся противодействием мошенничеству в логистике, в цепях поставок. Вот такие дела. Из каких-то увлечений вне работы – это плавание длинной дистанции до 13 километров пока и бадминтон. Шикарное резюме. Спасибо. Ну, тогда давай по порядочку начну тебя спрашивать. Пройдемся по всему. Я так понимаю, основное, чем ты занимаешься сейчас – это кадровые проверки. Можешь рассказать вообще, что это такое для людей, которые с этим не сталкиваются? Да, безусловно. Кадровые проверки, ну, в принципе, проверка персонала какого-то до вступления в какую-то должность или же даже после. Обычно служба безопасности, ну, или те службы, или перспециалисты, которые на себя берут эту функцию, близкие к HR, например, занимаются, так сказать, скринингом человека, которого они собираются брать на работу. Вот. Обычно эта инициация происходит в момент, когда вы заполняете резюме. То есть вы заполнили резюме, и оно куда-то там уходит в недракомпании, когда говорит, что вам перезвонят, или там нужно будет время, чтобы проверить данные, еще что-то такого рода. Вот. Это когда речь идет про тот момент, когда вы знаете, что вас проверяют. Бывают случаи, когда человека хотят переманить из компании, из одной какой-нибудь, и человек даже не в курсе, что его кто-то проверяет, про какие-то персональные данные. Сейчас даже не будут заикаться. То есть насколько возможно собрать максимум про интересное, про человека, настолько, в общем-то, этим и занимаются. В чем смысл всего этого? То есть стараются минимизировать риск, чтобы не принять какой-то неблагонадежный элемент. То есть ни скандального, ни токсичного, с какой-то нормальной репутацией, историей. Проще говоря, человек, который потом и в будущем, скорее всего, не доставит проблем. Вот такая основная функция в этих кадровых проверках. То есть, условно говоря, посмотреть, рисково или не рисково. Понял. Слушай, а означает ли это, что, вот ты говоришь, что стоишь в большом количестве сообществ, что все данные, которые уже собраны по прошедшим кадровым проверкам, они так или иначе стекаются к людям, которые этим занимаются. И где-то есть одна большая база, в которой сказано, насколько я токсичен, насколько я благонадежен. И, собственно, если кто-то сделал проверку, то можно обратиться в эту базу и получить оттуда сведения. Ты знаешь, это мечта любого собственника бизнеса, который, чтобы нажалось на одну кнопку, и все по этому человеку было сразу понятно и доступно. Там собственность машины, а что о нем думают, лжет, не лжет и так далее. Нет, на самом деле такого нет. В такого рода сообществах соблюдается обычно, ну, то есть нет такого, что обмениваются, знаешь, паспортами скидывают друг другу. Есть категория, когда ищут компанию, где работал кандидат, чтобы обратиться, например, по рекомендациям. То есть обычно рекомендация-рекомендация рознь. То есть какие-то люди, которые с меньшим количеством опыта, обычно общаются с кем-то одним, у кого более широкий спектр знаний на этот счет, они общаются, например, с непосредственным руководителем, со службой безопасности, с человеком, который был его коллегой просто. То есть так называемый, знаешь, есть такая штуковина, по-моему, даже в agile манифесте, так сказать, когда 360, так называемый, градусов. То есть посмотреть со всех сторон на человека. Вот. Но конкретно базы какой-то нет. Есть более-менее структурированное, упорядоченное сообщество, которые стараются набрать большее количество компаний, чтобы можно было провести какую-то кадровую проверку и обратиться в ту компанию, в которой хочется. То есть, словом говоря, здравствуйте, а есть служба безопасности, компании, не знаю, там, рога и копыт? И такие все. Ну, типа, вот, да, это я, давайте пообщаемся. Ну, есть момент, конечно, такой, что в отличие от сообществ асентеров либо же тех же программистов, которые придумали потрясающие вещи под названием, там, GitLab, GitHub, Stack Overflow, то есть почему все, я так сказать, интернетные, так скажем, специалисты очень хорошо растут. И их, не то чтобы, ну, инфраструктуру, как правильно сказать, то есть прогрессирует очень быстро это все, что связано с IT, потому что люди очень открыты и обмениваются информацией на максимальном уровне. То есть наработки одного помогают работать другому, ну, и так далее. То есть я это раскрывать не буду, это понятно. В рядах безопасности сейчас это очень тяжело, потому что обычно среднестатистический портрет специалиста это какой-то бывший выходец из МВД. Вот. Там, где лишнего говорить вообще не стоит иногда. Лучше лишний раз промолчать, чем говорить. Поэтому там в основном люди подозрительные какие-либо, стараются лишний раз ничего не помогать, не говорить. Ну, человек, специалист, специалист на розе. Вот. Это сейчас меняется, насколько это вообще возможно. Но все равно какая-то вот эта старая парадигма, она остается, что они в основном необщительные. Чтобы было понятно, насколько они общительные, я на своем сообществе, на тысячу приглашений получил только 300 ответов «да», там, условно говоря, 50 ответов «нет», 700, ну, там, 700, 600 с чем-то, игнора, и еще схватил раз 8 бан в Телеграме. Потому что люди посчитали, что это спам, хотя там было совершенно абсолютно нормальное сообщение, без всяких ссылок, реклам, чего-либо угодно. И даже я знал, кому конкретно писал. То есть это не было хаотично. В общем, как-то так. Да, представляю. Да, разумеется, есть такая специфика у нас в России вообще у служб безопасности, не настолько открытые сообщества. Потихонечку, если переходить к твоей специфике логистической, а вот скажи, есть какое-то серьезное отличие у коррективной безопасности в логистических компаниях от, не знаю, безопасности в целом? Ну да, тут решается функция, которую можно в паре слов объяснить тем, что твоя задача в том, чтобы груз, который перевозит компания на твоих машинах, условно говоря, либо же на машинах, которые везут посредники, субподрядчики, чтобы не напороться на мошенников, условно говоря. Вот, соответственно, безопасность, как всегда, да, то есть это очень такая штука комплекса, да, то есть мы не будем сейчас говорить про инфобес, потому что это не моя сфера была, но в логистических компаниях более-менее крупного масштаба, даже среднего и даже малого, там-то человек до 50, он есть, обязан быть, потому что, ну, сейчас без него никуда. Потом, мы не будем брать пожарную безопасность, для этого есть отдельные люди, которые несут это бремя и учатся, не то, что специально учатся, но такой человек ответственный за пожарную безопасность тоже должен быть. Вот, не будем брать compliance, то есть это для очень крупных компаний, в основном, которые должны постоянно мониторить различные, там, темы с санкциями и прочим, прочим, прочим. Вот, если говорить про вот чистую функцию СБ в логистике, первая задача это сделать максимальное, принять количество мер, чтобы избежать утраты груза из-за мошеннических схем, а вторая, самая крупная функция, это, ну, то есть это кадровая безопасность, то есть это прямо две самые основные функции. Если брать функции поменьше, то это, само собой, различные мероприятия внутри самой компании, то есть там различные, там, ну, это немножко опять пойдет в инфобес, там, уровни доступа, какие-нибудь меры защиты, там, регламентами, какие-то, ну, то есть это уже больше такое юридическое направление, но, тем не менее, безопасно всегда в этом участвовать. Безопасность вообще во всем участвует, то есть нет такого отдела, в который мы не сунули бы нос. В бухгалтерии мы должны иногда как-то перепроверять, какой-то легкий аудит свой проводить, чтобы люди были в тонусе. Вот. Значит, что хотелось бы еще сказать. Да, ну, наверное, в том числе это для меня было новое, ну, по крайней мере, когда я пришел руководить, это мониторинг информационного поля, то есть вот эти все репутационные темы со СМИ, короче, это для меня было неожиданным, я, ну, тоже столкнулся. Ну, это было недолго, конечно, то, что там было пара каких-то проблем, кто-то там плохо о чем-то писал, ну, в общем-то, это как-то решили. Вот. И в том числе, что ближе, наверное, к вашей сфере, это конкурентная разведка, причем это довольно любопытный такой элемент. Я тоже с ним раньше не сталкивался, как исполнитель обычный. Но порой нужно было посмотреть, как говорится, а что там у конкурентов, в том числе, то есть чтобы держать руку на пульсе. Вот. И, в общем-то, такие основные функции. То есть у нас получается это проверка, то есть, условно говоря, верификация людей, что это не мошенники, смотрим, кого мы принимаем в штат, смотрим, чтобы в компании было все хорошо, смотрим, чтобы в медиапространстве для нас тоже было все хорошо, вот, и смотрим, что у конкурентов. Такие основоположники, столпы. Да, ну, в целом, достаточно стандартный спектр активностей, да, наверное, за исключением вот как раз этих проверок на мошенничество. И здесь задам вопрос, который я тебе, кажется, уже задавал при нашем знакомстве. А кого вы проверяете? Вы проверяете, как водители, так и клиентов, или как это вообще устроено? Ну, давай я просто объясню, какой процесс устроен. Значит, появилась какая-то компания, допустим, да, пусть она будет твоя компания. Ты решил неожиданно удариться в логистику и решил, что пока у меня нет своего транспорта, я буду искать субподрядчиков, но я буду это делать сам. Вот. Сейчас мы исключаем в разговоре все, что связано с законами и какими-то нормами права. Ну, и потому что это очень... Там их настолько много, чтобы не грузить людей, вот. Поэтому буду просто говорить максимально, да, работать крестьянским языком. Соответственно, ты пытаешься найти, ты, может быть, даже нашел там в интернете, в телеграме, там, этих групп, миллион с логистикой, там. Хочешь, там, помочь своему, там, клиенту довезти, не знаю, бананы из Москвы в Питер. И вот ты пишешь в интернете, там, в телеге, в специальных гиржах грузоперевозок, где угодно, как ты угодно делаешь, и тебе, например, написал человек, вот, я готов тебе помочь перевезти, вот у меня есть водитель, у него есть машина, все замечательно. Ты такой думаешь, оп, все хорошо, по деньгам все согласовали, ты чувствуешь, что ты будешь в плюсе, может, небольшом, но это только твой первый рейс, все замечательно, там, по документам все обменялись. И вот моя задача включается в тот момент, когда тебе прислали комплект документов. То есть тебя, когда, чтобы подтвердить рейс, обычно присылают паспорт водителя, водительское удостоверение, документы на машину, и если есть такая необходимость, это основание, на чем это машины пользуются. Обычно это там аренда, безвозмездное пользование, ну, опять, без погружения в эту всю часть. Моя задача как специалиста состоит в том, чтобы, во-первых, понять, действительно ли документы, которые тебе прислали, они действительно, это базовая верификация. Второй момент, в курсе ли водитель вообще, что он собирается куда-то ехать, потому что такое часто бывало, что присылают что-то проверить, например, ну, то есть ты мне говоришь, вот смотри, Фарид, этот товарищ, да, вот мне прислали документы, что именно там, не знаю, Иван Иванович готов повезти мои бананы там завтра днем из Москвы в Питер. Я звоню, значит, этому водителю, да, потом, это второй вариант верификации, голосовая, когда ты звонишь и с кем ты общаешься. Ну, в основном, нормально в компаниях обычно надо позвонить и пообщаться, потому что очень много рисков сопряжены именно с этими телефонами, подменой телефонов, что обычно представляют, что этот человек там по паспорту один, а по телефону будет с тобой разговаривать другой совершенно. Вот, в курсе ли он рейса, в курсе ли с кем он работает, на каких машинах катается. Если он работает на собственника транспорта какого-то, то я позвоню собственнику транспорта в том числе, пообщаюсь, а в курсе ли он там, есть ли такой водитель, в курсе ли там, что он должен поехать, там, общался ли с вами Дмитрий на тему того, что повезутся там какие-то бананы. Вот, то есть, верификация должна быть всегда в нашей работе многоуровневая. Это не должно быть что-то такое, единая разовая какая-то процедура, то есть, например, только водителю позвонил, сказал, все ли у вас хорошо. Он такой, да, все замечательно. Вот, то есть, мы пытаемся понять, действительно ли за телефоном, который пользуются, ну, там прислали, скрывается именно тот человек, которого нам показывают по документам, то же самое по собственникам транспорта, то же самое по, если, например, кто-то, собственник транспорта, тоже пользуется услугами какого-то посредника. То есть, ты общался с посредником, посредник общался с собственником, такая длинная цепочка получается. В логистике не любят субэкспедит, ну, всякого вот это, субподряд, поэтому стараются работать напрямую с теми, у кого там, условно говоря, очень много машин. Но обычно это дороже получается, чем работать через мелких каких-то субподрядчиков, которые пытаются за счет количества подбить цены, чтобы им с ними было комфортно работать. Вот. В общем, одна, первая задача, это проверить, условно говоря, верифицировать все документы, а вторая задача основная, это верифицировать все личности, с которыми происходит процесс согласования договора, заявки и так далее. То есть, как-то так. Ага, понял, спасибо. Слушай, довольно любопытно. Кажется, что вот эти вот два направления по верификации, они требуют разных инструментов, да, так как верификация формальная документов, она может утыкаться в какие-то сложности, наверное, с обработкой персональных данных, где-то их надо хранить, получать правильным образом, а верификация людей может сводиться, вот как ты говоришь, к какому-то звонку, да, и с проверкой контрольных сведений, допустим, которые тебе может дать только владелец. Вот. Можешь рассказать, какими вы инструментами пользуетесь и с какими вообще возможностями сталкиваетесь? Да, конечно. Мы пользуемся, ну, в любая служба безопасности, к сожалению, для, наверное, для России, может быть, просто к сожалению. Должны находиться всегда в серой зоне и, к сожалению, до сих пор находятся, потому что не все сведения, которые нас интересуют, они в свободном доступе, скажем так. И даже, может быть, не то, чтобы в свободном доступе, а адекватно воспринимаются законом. Вот. Но, само собой, в первую очередь, мы пользуемся какими-то государственными регистрами, там проверяем ИНН, заходим к приставам, смотрим долги, проверяем паспорта по сервисам, ГИБДД, там проверяем, банкрот ли человек, не банкрот, смотрим, если, когда уже ящик заходит про верификацию, там можем заглянуть и в Росреестр, там посмотреть, где конкретно человек живет, чтобы понимать. в том числе пользуемся, чтобы проверить конкретную фирму, которая стоит за всем, то есть, например, ты заключаешься с какой-то компанией, да, о перевозках, и ты должен посмотреть, все ли соответствует норме, так сказать. Ну, не знаю, если будет когда-то кому-то интересно, я всегда готов объяснить, что является нормой в логистике, но в целом понять, что ты не работаешь с фирмой однодневной, то есть, что перед тобой стоит не мошенник, что директор какой-то не номинальный, не дроп, условно говоря, да, как, например, бывает, всякие скам-проекты переводишь кому-то тысячу рублей за базу, условно говоря, оказывается, что дроп. Ну, примерно то же самое в логистике, то есть, нам нужно понять, что компанией управляет реально живой человек, он понимает, что он в курсе происходящего вообще. Вот, ну, само собой, были такие шарящие ребята в сфере IT подумали, что да, мы, в общем-то, готовы помочь службам безопасности, бухгалтериям, и всем остальным, и начали создавать агрегаторы по юрлицам, по физлицам, то есть, они максимально автоматизируют, насколько они вообще могут сделать процессы проверок, то есть, всякие спары, спарки, контрфокусы, глобусы, то есть, спарк, наверное, самое известное, что всем известно, что все слышали, там тоже стараются какой-то дать, тоже не только представление о юрлицах, а еще и там какие-то минимальные проверки физик. вот, в том числе пользуемся, ну, это тоже было открытие, я когда пришел на работу еще в шестнадцатом году, не было такого понятия как-то распространенного, как телеграм, реально, то есть, им не пользовались с точки зрения там, каких-то проверок, еще чего-то, это только сейчас ближе к делу пошло, тема там, боты какие-то, либо, вот, и в том числе там легальные, которые смотрят, там, осинцы, там, какой-нибудь там квик осинт потрясающий, мегрэп, большое тебе спасибо, Дима, еще благодаря тебе научился говорить правильно, что так называется, вот, и в том числе есть куча всяких нелегальных сервисов, которые, ну, в нормальном правовом государстве, наверное, должны существовать, вот, но они существуют, я их не буду называть, они просто есть, их не скажу, что много, но и немало, вот, сейчас в основном пытаются пользоваться ботами, которые, типа, квикосинта, там, авиинфобот, ну, именно в логистике, то есть, чтобы максимально быстро понять, на самом деле, одну составляющую, то есть, мы пытаемся, ну, это не то, чтобы скажу, что это секрет какой-то, это принадлежность телефона к человеку, то есть, есть много таких разных инструментов, точнее, не так уж и много, но есть, в том числе, кстати, даже на государственном уровне, есть компания, называется IDX, которая в том числе проверяет связку FIO и телефон. Ну, в общем, наша задача понять, что этот телефон не однодневка, потому что, как показала практика многолетняя в нашей работе, мошенники никогда не пользуются телефонами с какой-либо историей. Если, кстати, кто-то в этих кругах вертится, крутится, можете взять себе на заметку, что действительно, телефон без истории, это 99%, пока это хрень, если с вами пытаются договориться. Либо это рабочий телефон, либо же это мошенник. Вот, обычно как-то так происходит. Кстати, очень большим успехом пользуется тема, связанная с гетконтактами, нанбастерами, всеми этими. Это тоже довольно полезная штука. Я наблюдаю за всякими непрофессиональными сообществами, там, типа, черных списков и так далее, и там часто просят проверить, прогнать телефон именно по этим сервисам. Вот. Но я для себя, наверное, сделаю лучше, то, наверное, я этим не буду пользоваться, потому что у этих вещей есть обратная сторона. То есть, например, мне никто не мешает зарегистрировать 20 симок и добавить какой-то конкретный номер телефона с любыми пометками, которые я захочу. То есть, я напишу, там, возьму твой телефон и напишу, что, там, не знаю, алкоголик, тунеядец, мошенник, что угодно сделаю, там, 100 симок возьму, 2000 симок возьму, если зависит от того, сколько я захочу и насколько мне, так сказать, нужно человека порочить. И ты просто берешь этот, ну, в общем, так сказать, реверс-энжиниринг в плане. Вот. Пользуемся в том числе, раньше этим не пользовались, наверное, появилась тема больше такого с 14-15 года. Это как раз благодаря Сбербанку сначала, потом уже Тинькофф присоединился к этому счастью. Проверка телефона, то есть, принадлежность. То есть, когда переводишь, пытаешься такой рубль перевести и понять, то есть, кто на том конце провода, там, Иван Иванович или не Иван Иванович. Это, кстати, тоже довольно часто помогало в любых видах проверок. Вот. Также пользуемся, само собой, всякими Яндексами, Гуглами, вот. Но уже на более... То есть, ну, мы как бы выходить из безопасности пока не понимали изначально тему, связанную с дорками и так далее. Но когда я сейчас начал эту тему более-менее смотреть, погружаться, всякие дорки, это, конечно, прям высшую роль для меня в том плане, что столько всего интересного, оказывается, можно было найти в свое время. Вот. Потом уже появилась система с GitLab, GitHub, куча просто инструментов, невероятное количество, но сложно их подстроить под работу СБ, потому что этих инструментов много, а у нас очень мало времени для принятия решения. Обычно нам дается не более часа, но это даже в идеальном случае. То есть нам в идеале дают там минут 30, чтобы служба безопасности дала свой вердикт, можно ли работать с этим водителем, с этим транспортом, либо с этой компанией, которая все это предоставляет, или нельзя. Потому что в этом бизнесе каждая минута стоит денег, причем больших денег зачастую. Это один из самых, наверное, маржинальных легальных бизнесов по логистике по всей России. Вот. Ну, из таких интересных инструментов, о которых еще говорил известный в ваших кругах Андрей Мусолович, он не раз это употреблял, и, наверное, я с ним соглашусь, можно рассматривать сами сообщества как инструмент. потому что иногда люди, и я в своем сообществе в том числе, помогаю людям, когда ты с каким-то субъектом не сталкивался, а с тем-то водителем не сталкивался, или с чем-то еще не сталкивался, или ты не можешь сам проверить даже что-то. Ну, бывают разные ситуации. Там, в пути тебе шеф прислал задание, ты в метро едешь, там, неважно. И ты попросишь кого-то помочь. И сообщества в этом плане играют просто невероятную роль, и, ну, это для меня действительно тоже было открытием. То есть это было сначала неосознанно, а потом, когда ты видишь этих сообществ много и видишь, какие вопросы в них решаются, это становится реальным инструментом. То есть ты можешь найти какие-то инструкции, регламенты, тебе могут посоветовать, тебе могут помочь, тебе могут что-то найти. То есть если так завуалировать даже какое-то задание, то можешь получить обратную связь, ты можешь получить какую-то профильную оценку, создать опрос, условно говоря, то есть ты собрал в своем сообществе 300 специалистов в службе безопасности. Ты можешь получить срез по тому или иному интересующему вопросу. И это на самом деле просто потрясающе. Сейчас соглашусь с любым, кто поддерживает такое мнение, что реальный нетворкинг и сообщество это один из инструментов на сегодняшний день. Вот. Я по этому блоку закончил. Да, реально, нетворк это сила. Я с тобой абсолютно согласен. Собственно, для этого мы и сейчас развиваем Asint комьюнити, чтобы было с кем вообще пообщаться за эти темы поиска информации. Слушай, довольно много интересного ты про инструменты рассказал. У меня пара вопросиков есть. Наверное, самое интересное это, что ты говоришь, бизнес один из самых высокомаржинальных легальных, да, и что, естественно, приходится пользоваться разными инструментами, но ключевое в том, чтобы они быстро выдавали нужную информацию. И, насколько я понимаю, по юрлицам все-таки есть готовые инструменты, которые всем известны, которыми пользуются, типа Spark. Вот по физлицам кажется, мне кажется, таких инструментов, по крайней мере, для логистики нет, да, и поэтому приходится использовать различных ботов. Почему эта ниша до сих пор не занята? Нет каких-нибудь стартапов, которые специально для логистики вот эту вот связку, там ФИУ, номер телефона проверяют? Я скажу так, на самом деле тут не то, чтобы этих стартапов нету, есть две компании, точнее, одна была, а вторая, так, наверное, сейчас правильно сформулирую, есть и компания IDX. Это компания, которая занимается верификацией физлиц в основном, ну, ты, условно, проще говоря, ты кидаешь фотку паспорта, и тебе говорится, все ли окей, там, не все с лицем паспортом окей, в том числе он прогоняется по каким-то базам, но что самое интересное, это единственный сейчас в России легальный инструмент по проверке человека на какой-либо негатив, именно вот в такой комплексной проверке. Если ты, условно говоря, закинешь связку FIO и телефон, он тебе покажет, пользовался ли человек этим телефоном, и оттуда берется информация из всяких прокатов, каршеринга, и, по-моему, если я сейчас не ошибаюсь, могу ошибаться, но, по-моему, не ошибаюсь, это из госуслуг, то есть привязан ли этот номер, то есть FIO и телефон к госуслугам, чтобы, условно говоря, было совпадение. Это единственный в России, повторюсь, пока на сегодняшний день неизвестный, потому что других я не то чтобы не знаю, я это мониторю почти каждую неделю. Другого сервиса такого нету. Во-первых, потому что он наполовину государственный, поэтому он может позволить себе такую роскошь, как проверять людей на судимости, называя это негативом, но они не выдают информацию, что за судимость и так далее. Это первый момент. Была раньше компания чудесная, называлась Summon Substance. Три брата Северихина сделали просто чумовой сервис для России и не только для России. Россия потом для них казалась не самым главным рынком, они на фоне сегодняшнего сложившейся ситуации, скажем так, они ушли из России. Вроде бы оставили какое-то юрлицо на самообеспечение, но я не уверен, что оно живое. И больше, по сути, таких компаний нет. Есть какие-то, которые пытаются там слечить фотку, ну, то есть пройти процедуру КУС, типа, слечить фотку с паспортом, который ты в одной фотке показываешь. Ну, тем, что, словом, в Каршере сейчас пользуются. Вот. Но именно такой комплексный подход, чтобы тебе посмотрело, там, все соединило, там, всякие там, посмотрела приставов, посмотрела там еще что-то, в ГИБДД, еще чего-то, чтобы, ну, таких сервисов либо нет, либо же они очень хорошо скрываются, либо же компании просто пишут под себя это все. На самом деле вся эта инфа, которую я озвучивал из легальных реестров, она существует в таком интересном, как это назвать, технической площадке называется SMEF. Это абсолютно легальная вещь. Правительство предлагает забрать у них, ну, очень, грубо говоря, это правительственные API, назовем его так. То есть вы можете проверять все, но единственное, что настраиваете вы все в своем пространстве сами. То есть мы вам отдаем данные, но, опять-таки, работоспособность сервисов не обязательно, то есть она такая же может быть плохая. То есть у нас ГАИ все время зависает, приставы все время не работают. Если они не работают, то они там будут работать. То есть точно так же по API. Вот. Но не знаю, почему за это, кстати, никто не берется. Наверное, потому что есть монополист, к которому все обращаются, который там подтвержден всяким там, в реестре ПО есть, и в чем он угодно, там все лицензии. Вот. А, как бы говоря, залезать на эту гору, наверное, сложновато. Потому что и так уже есть монополист, собственно. Был, вот, соответственно, сам Unsubstance, сейчас, соответственно, остался в основном IDX, потому что никого, кроме этого и этой компании, нет. Как-то так. Ну, да, окей. СМЭФ, это, насколько я помню, сервис межведомственного электронного взаимодействия, да? А вот так просто зайти с улицы, типа сказать, вот, я зарегистрировался в реестре ПО, и дайте мне, пожалуйста, возможность там отправить какой-то запрос к ГИБДД. Нет, смотри, ты говоришь про то, что ты сам хочешь отправить, или ты хочешь создать еще один инструмент конкурента? Ну, это принципиальный момент, потому что создать конкурента нужно понять, чем ты лучше, чем те ребята, что ты можешь предложить еще. А в данной ситуации никто, ну, на сегодняшний день, опять-таки, повторюсь, из того, что я мониторю, не будем говорить, что я абсолютно истинный во всех инстанциях, нет ни одной компании, которая может предложить что-то еще. То есть, условно говоря, государство взяло... На самом деле, я не помню, были они изначально всегда государственные или нет, но государство вошло в долю, и оно предоставляет то, что не предоставляет никто, и никто не может предоставить. Это в основном тема, которую большинство безопасников интересует. Это тема, связанная с негативным прошлым. То есть, всякие там эти судимости, административки какие-то, может быть. Например, да, ты, может быть, трижды потрясающий кандидат, трижды, там, потрясающий водитель, но ни один существующий нормальный сервис, никто не напишет тебе, что там водитель был наркоманом, водитель, алкоголик. Нет такого сервиса, и нет такой возможности проверить. Он может, там, может, скажете, посмотри, может быть, он лишался прав за алкоголь, а если он не лишался прав за алкоголь, а если он договорился, но при этом, при всем у него там, его там ловили за алкашку тысячу раз слов, говоря, то есть, но этого не найдешь. Поэтому люди стараются как-то эти риски минимизировать, а в легальном поле этого просто нету, и поэтому люди обращаются к всему тому, что нелегальному, что есть, и который это показывает. Вот. Поэтому если есть спрос, собственно, и будет предложение. По крайней мере, на сегодняшний день так оно и есть. Все, понял, хорошо. Самсаб, насколько я помню, это верификация биометрии, да, по лицу, и я их даже видел на Бинансе, что они сейчас там проверяют профили клиента. Легко. Это довольно крупная компания была, они в том числе проверяли почти все каршеры, они проверяли там Авито, то есть, это реально была крупная организация, и они брали передовые технологии по распознаванию фальшивых паспортов. То есть, я лично был знаком, до сих пор знаком с их безопасником, который занимается за, короче, противодействие этому фроду всякого рода. И это не было реально за самым высоким родом. Система была клевая, придумана потрясающе, вот, жалко, что в России не остались. Все, что могу сказать. Окей. Слушай, а еще про биометрию. Может быть, есть у тебя на примете какие-нибудь сервисы, которые в каждодневной своей практике ты используешь для поиска, допустим, по лицу. Да, ну, каждый день я не ищу по лицу, но, тем не менее, у нас в логистике такое встречается, что необходимо кого-то найти или что-то сверить. В общем, я возвращаюсь к представлению, являюсь партнером трех проектов, связанных с минимизацией рисков логистики. Два из них, первая это у нас называется компания BIT, она известна рынку безопасников по продуктам под названием StopFrood или StopShopRifter. И как раз таки это один из инструментов, который помогает компаниям, в основном в ритейле и в банке проверить, словом говоря, было лицо, которое у вас сейчас, словом говоря, проезжает где-нибудь на КПП, либо заходит в магазин, либо еще чего-то, участвовал ли она в какой-то мошенническом инциденте, который же сами пользователи когда-то и занесли. И второй проект это как раз таки относится к логистике. Тоже я с ними очень хорошо знаком, чудесные ребята, проботящие, называется он Impact. И их задача заключается в том, чтобы мониторить все инциденты, насколько они вообще могут зацепиться за любые инциденты, связанные с грузоперевозками, то есть с утратой груза путем мошенничества. Они пытаются выяснить максимальное количество информации про этот инцидент, найти все фотографии, которые там лица участвовали и грузят их в свою систему. И таким образом, все, что там опять-таки возвращаясь к легальности, все абсолютно легально, это и то, это другой инструмент, это в реестре ПО, все необходимы проверки, то есть все необходимы прошли и все имеют. То есть тут никакой чернухи нет, это все чисто легально. Что немаловажно, когда некоторые компании принципиально не работают ни с чем серым и черным. Вот. И, в общем-то, как раз-таки вот эти два сервиса, один отвечает больше за банк и ритейл, второй отвечает за большую логистику. Этим мы пользуемся, когда в ежедневной работе. Но мы в том числе пользуемся в том числе в тех же ботах в АВИнфо, в Квикосинте и в некоторых других ботах и не в ботах в том числе, когда мы пытаемся найти фотку человека, который у нас есть на руках, а мы пытаемся найти его в соцсетях. То есть вот как-то так мы пытаемся в том числе сверить, потому что бывали такие случаи в нашей работе, когда себя человек выдает за постороннего, то есть, например, так называемая вклейка фотографии, то есть вроде бы данные все реальные, а в паспорте человека фотка не того, не соответствует реальному человеку. Бывали случаи, когда мы просто находя человека в соцсетях, мы сравниваем фотографии, понимаем, что это совершенно другой человек, то есть это реально фальшивый паспорт. Вот, и поэтому все инструменты, связанные с верификацией даже биометрии, чтобы понять, действительно ли это паспорт реального человека, или же это паспорт реальный, но с вклеенной фотографией. или же может быть вообще нелегальный паспорт, ты пытаешься найти именно по вот этой вклейке маленькой фотку в реальной жизни человека. То есть там вариантов масса, но действительно мы этими инструментами пользуемся, это важно, и на предмет того, на соответствие данных с фотографией, и на предмет того, участвовали ли эти люди в каких-то инцидентах ранее. Понял. Ну, значит, все-таки есть специализированные компании, которые для вас предоставляют услуги по поиску, база мошенников убивают, потому что мне сначала показалось, когда ты начал рассказывать, что инструментов не так много, и приходится использовать подножный корм, что есть, но выходит, что и специализированные какие-то программы тоже существуют. Ну, слушай, если в целом потребности ваши по поиску информации, по верификации закрываются компаниями, неужели все настолько хорошо у вас в службах безопасности логистических компаний, или все-таки есть какие-то серьезные сложности? Ну, если говорить про сложности, то я их отмечу, наверное, поделю. Первая часть это непосредственно сложности у самой службы безопасности. Наверное, первое, самое весомое, с чем сейчас сталкивается сообщество, и с чем я наблюдаю все время эти диспуты, интересные дискуссии, не скажу, что они проходят в национальных ключах, это такое больше как рудименты, наверное, назовем их так. То есть люди, которые пришли с безопасностью, они раньше были в основном, повторюсь, сотрудниками правоохранительных органов в том или ином отделе, там ФСК, НК, неважно, откуда пришли, или АБ, ПФЦ, это не принципиально. То есть люди, которые работали раньше в органах, у них есть не у всех, сразу оговорюсь, отличительная черта, что им сложно учиться чему-то новому. И даже у тех людей, которые просто работают в безопасности, не имея какого-то МВДшного бэкграунда, у них тоже есть такая черта не учиться чему-то новому. И это действительно очень большая проблема, потому что не учишься чему-то новому ты, учишься чему-то другому новому мошеннике. Поэтому твоя задача заключается в том, чтобы нивелировать все эти новые тренды, но если ты не будешь сам развиваться, то твоя компания останется позади. Вот. Значит, это первый момент. Второй момент заключается в том, что, ну, опять-таки, повторюсь, что человек специалист в специалисту рознь, поэтому нужно постоянно осваивать какие-то новые инструменты, а это все сложно. А что самое интересное, да, что все эти новые инструменты по оптимизации, по помощи тем же самым специалистам службы безопасности, это по хорошему счету конкуренты службы безопасности. То есть, например, представьте себе структуру какую-нибудь, которая, ну, знаешь, как это любить говорить. Ну, мы работали там 15 лет так, почему мы должны что-то менять? А как раз-таки все эти вызовы, в том числе, там, сейчас вот происходит масса утечек персональных данных, там, вкусвиллы, сейчас вот там раньше были вайлберезы, ну, и много всего интересного. Я не буду об этом говорить, потому что каждый день обсасывается с Яндексами. Нужно думать наперед, то есть, настолько наперед, что вот когда произошло все 24 февраля, специалисты службы безопасности начали задумываться, что мы давайте не только подумаем о том, что там уровни доступа и так далее, а мы давайте подумаем о том, что давайте мы проверим наш персонал на предмет корней из Украины, на то, чтобы, возможно, они могут нам подготовить диверсию. То есть, с этим никогда никто не сталкивался. А если ты об этом не будешь думать, то ты можешь столкнуться с каким-то крупным ущербом для своего бизнеса. Вот, не буду я озвучивать, наверное, и говорить, насколько это вообще этично, наверное, я, честно говоря, всегда стремился к доверию в команде, в которой я работаю, независимо от происхождения. У меня были потрясающие девчонки из Таджикистана в команде, совершенно разные там, ребята с разных, с разным прошлым, с разными корнями. То есть, я сам тоже не скажу, что исконно русский, тем не менее, как Фариджа Фаров. Поэтому вызовы всегда разные. Вот, и всегда нужно сталкиваться с, ну, в первую очередь, с тем, чтобы нужно постоянно быть, держать руку на пульсе. А вторая, самая важная проблема, вот я и сказал, что я поделю, служба безопасности всегда сталкивается с любым коммерческим блоком. То есть, когда мы говорим нет, коммерция пытается донести до генерального директора, то есть, мы говорим риски, коммерция говорит, что это возможность. И тут, как я люблю говорить, кто сильнее на уши подсядет. То есть, бывали в моей практике такие случаи, конкретно меня они не коснулись, вот, когда служба безопасности говорит нет, коммерция говорит, капец, как надо, давайте скажем да. И благодаря таким потрясающим решениям уезжали грузы, их крали мошенники, срывались контракты с крупными клиентами. Вот. И это, наверное, вторая большая проблема, с которой сталкивается, в принципе, не то, что СБ, как и в логистике, а, наверное, СБ в любой компании. То есть, и в принципе, любая какая-нибудь структура, которая пытается защитить компанию от рисков, будет сталкиваться с структурой, которая пытается на высоких этих рисках заработать что-нибудь. Такие очень азартные люди. Но я считаю, что это нормально. То есть, в данном случае это абсолютно живая, то есть, никогда не должна быть компания, на мой взгляд, повторюсь, то есть, какое-то как бы ревно. То есть, это всегда какой-то живой организм. То есть, всегда должны быть обсуждения, всегда должны быть какие-то консенсусы, ссоры и так далее. То есть, это абсолютно нормальная тема для компании, которая что-то делает. Не ошибаясь, что ничего не делает вообще, на мой взгляд. Да, соглашусь с тобой полностью. Ну, вообще, это такой экстенциальный вопрос, есть риск, и что с ним делать. И принять риск, это тоже, в общем-то, нормальное решение. Слушай, возвращаясь вот к первой части, которую ты выделил, такой немного провокационный у меня вопрос. Да, мошенники осваивают, новые методы, как бы, да, при этом есть еще некая инертность у служб безопасности, но вот в то же время мы вот с тобой прямо сейчас, даже в этот момент, популяризируем Asynth, да, и развивается открытое сообщество, развиваются открытые инструменты, которые могут использовать все, в том числе мошенники. Хорошо ли то, что мы развиваем эту открытость, или все-таки плохо? Я считаю, что это, безусловно, хорошо. Но, вообще, знаешь, если есть такая мнение, всегда нельзя говорить что-то однозначно. Это может быть и хорошо, и плохо. Вот. Но, мне кажется, это больше позитивная тема, потому что, если, наверное, смотреть какой-то очень глобальной биологической точки зрения, тот, кто не развивается, тот будет умирать. Вот. И, наверное, это будет коснется совершенно любой службы, совершенно любой компании, совершенно любой должности. Поэтому, я считаю, что чем больше, в том числе, асинтерское сообщество показывает и развивает, вот буквально, да, вот недавний кейс какой-то был в твоем сообществе, связанный с поиском, да, вот этих несчастных, по фотографии от Геоинта, седьмой квест, где искали столбики, там в три дня всем сообществам там показали, что есть какие-то инструменты, которые там кто-то посчитал в какие-то столбики, и ты даже иногда не можешь представить, что какой-то инструмент тебе может пригодиться в той или иной ситуации. На самом деле, я над этим наблюдал, это было потрясающе. Это полезно, потому что это помогает людям не зацикливаться со специалистом на каким-то одном инструменте. Есть такая штуковина, с ней, может быть, ты знаком, может быть, коллеги, ну, кто нас слушает, тоже знакомы, нельзя быть зависимым от чего-то одного. То есть, например, от какого-то одного инструмента всегда должна быть какая-то вариативность на случай, ну, опять-таки, я смотрю с точки зрения безопасности и рисков. То есть, вот пришло какой-нибудь, не знаю, час икс, и этот инструмент отваливается. Как ты будешь работать? Как ты будешь выполнять свою функцию? Как ты будешь закрывать риски? У тебя всегда должен быть в руке какой-то еще козырь, какой-то еще дополнительный инструмент, либо же какой-то набор инструментов, в том числе, которые предоставляют ребята из Асинта, каждый день что-то появляется новое, если смотреть, там, поиск почему-то одному, поиск почему-то другому, обратить внимание на эти моменты, на другие моменты, вот вам еще один инструмент. И ты иногда тоже теряешься, даже, то есть, всегда нужно иметь в рукаве кучу всякого арсенала. арсенал – это большая ценность любого специалиста. То есть, чем больше ты можешь, в руках держишь, тем больше в тебе больше ценностей, как на мой взгляд. Поэтому, думаю, что больше позитивно, чем негативно. Пока. Окей, тогда давай еще про этот арсенал поговорим, потому что ты, я думаю, ну, как бы, с высоты своей практики, своего опыта можешь сказать, какие вообще направления перспективные, интересные, где было бы любопытно этот арсенал расширить, да, и в какую тему было бы интересно погрузиться. Ну, смотри, самое основное направление, то есть, которое, на мой взгляд, было бы вот реально соединиться с Асинтом, это, на мой взгляд, да, любые, темы, связанные именно с кадровыми проверками, то есть, понять, насколько тот или иной кандидат нужен в своей компании, то есть, с учетом сегодняшних тенденций, цифровой след у каждого человека, он, не знаю, у кого-то шире, у кого-то он незаметный, вот, но мы стараемся, любые адекватные судьбы безопасности, стараться немного со временем и отслеживать, и тоже мониторить этот цифровой след. Более того, я скажу, что это помогает, наверное, не только искать что-то в моменте, то есть, например, только человек пришел, да, то есть, нужно периодически заниматься мониторингом того, что с человеком происходит сейчас, в том числе, там, не только, например, он пришел в компанию и скрытно открыл какую-то новую фирму, а иногда нужно, наверное, следить за настроениями людей, что они, там, какое мнение выражают, да, то есть, например, совершенно прямой риск, да, когда после 24 февраля, например, у тебя есть компания, свой сотрудник, и ты видишь, что он в соцсетях, да, максимально, там, как-то, выражается непригодно по отношению к властям, там, видно, что там, ну, что-то такое, как говорится, дело пахнет керосином, и твоя задача увидеть это, промониторить каким-то образом, да, то есть, с помощью каких-то инструментов, там, не знаю каким образом, то есть, вручную, как угодно это делать, и стараться, либо же как-то скорректировать поведение человека, да, либо же как-то с ним полюбовно это решить, чтобы подставлять в первую очередь компанию, вот, потом, где еще это может использовать, ну, опять-таки, возвращаясь к анализу цифрового следа, это помогает в том числе при каких-то переговорах, то есть, прежде чем пообщаться с кем-либо, да, то есть, например, приходит какая-то встреча, то есть, понять вообще, чем человек дышит, чтобы быть с ним на одной волне. С точки зрения проверок каких-то, которые прям нужны, там, в какой-то спешке, там, когда тебе дается, там, 20, 30, 40 минут, обычно пользуются, в основном, ну, честно скажу, в основном пользуются ботами, да, то есть, либо же максимум каким-то одним-двумя инструментами, связанными с, ну, из GitHub, GitLab и так далее, то есть, чем-то таким, максимальным, таким Шерлоком, там, еще что-то такого рода, но в основном пользуются тем, что быстро, то есть, условно говоря, ты взял, быстро что-то сделал, да, и тебе дало ответ, это чаще всего этим пользуются, вот, ну, и, наверное, основное, основное, наверное, все, вот именно из таких вот глобальных целей, где может использоваться Async, именно в таких вот задачах, как инструменты, то есть, я, кадровые проверки 100%, проверки персонала тоже, проверки юрлиц, какие-нибудь связаны, то есть, посмотреть конкурентов, посмотреть тех клиентов, которые к вам приходят, там тоже, кстати, полно, там целое непаханное поле, то есть, чтобы о нем рассказать, наверное, нужен отдельный подкаст, вот, но эти задачи тоже закрывает, на самом деле, любой поиск в открытых источниках, много чего открывает, то есть, Async в этом плане тоже, раньше этим не пользовались, раньше там, смотрели какую-нибудь выписку из какого-нибудь, условно говоря, контрфокуса, и на этом заканчивают, сейчас можно посмотреть, благодаря вашим стараниям, то есть, мы научились там, искать интервью, искать какие-то, может быть, мнения, статьи, закупки иногда, там бывает, ну, там, то, что не собрано, бывало иногда в инструментах, а иногда тебе просто не дают деньги на эти инструменты, на самом деле, то есть, такая тоже проблема, есть у СБшников, тебе сказали, что у тебя бюджет 0 рублей, крутись как можешь, вот, поэтому, именно поиск в открытых источниках, за которые не надо платить, то тоже это какая-то, так сказать, способ решения проблемы конкретного безопасности. Ну, да, с этим не поспорить. Слушай, ты говорил раньше про дорки, насколько ты там сильно был удивлен, когда их открыл для себя, в Async Community, на самом деле, отношения к ним слегка пренебрежительные, ну, типа, ребята, вы что, только что для себя открыли, что можно гуглить, и что можно указывать фильтры в поисковой выдаче, можешь на каких-нибудь примерах рассказать, вот, чем они тебе помогли, удивили? Ну, наверное, самый яркий пример, о котором я расскажу, и для меня он был реально такой значимый, я соглашусь с всем комьюнити Async, 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 как правильно сказать, что мы об этом узнаем слишком поздно, и мы не всегда идем в ногу со временем, но мы стараемся, честное слово. Для меня была тема, связанная с Trello, когда была тема, проиндексировалось все Trello, которое столько можно было, и мы, а именно, даже этим конкретно и занимался я, поэтому я это хорошо помню, начал искать доски конкурентов, там, всяких там, самых крупных компаний, там, именно с точки зрения логистики, которые нам были интересны, и там можно было посмотреть, вообще что угодно можно было посмотреть, было так интересно, как, над чем команда работает, про пароли всякие, я вообще молчу, вот, но интересно было, над чем эти люди работают, и на каком этапе это сейчас находится, и это реально получалось, вот, это, наверное, самый, наверное, яркий пример, то есть всякие вот эти простые какие-то вещи, там, из разряда, какие-то логические операторы, это бог с ними, а вот именно тема, которая зашла с точки зрения конкурентной разведки, это реально была тема с Trello, не знаю, существуют ли сейчас такие, может быть, о них просто не говорят, да, то есть обычно говорят о том, что уже себе исчерпало, то есть появляется как новость, сначала там гулять где-то по форуму, потом еще где-нибудь там в паре каких-то узких сообществ, а потом туда стрелять всем остальным, вот, но это реально на тот момент времени, когда об этом появилась новость, и когда это все части закрыли, то есть люди научились закрывать свои доски, прошла недель там 2-3, вот, но за это время получилось собрать реально кучу полезной конкурентной информации, прям очень ценный, который ты бы никогда не достал просто так. Круто. Слушай, я правильно понимаю, что у вас нет отдельных специалистов по конкурентной разведке, да, что приходится одним и тем же людям делать проверку клиентов, и там, не знаю, взаимодействовать с подрядчиками, с кем-то еще, с другими юрлицами, и в том числе там заниматься конкурентной разведкой? Да, отдельных специалистов нет, я тут полностью с тобой, ты же согласен, я тебя поддеру, наверное, по фразе. Больше скажу, что я очень люблю эту фразу, что обычно безопасность в компаниях, ну, в большинстве, скажем, компаний, которые я знаю, занимается тем, чем, знаешь, как пример привести какой-нибудь, вот, мне вот этим лень заниматься, я вот скинуто безопасности, потому что я точно знаю наверняка, что они это сделают, типа, честно, максимально эффективно, то есть они на это не плюнут, на это дело, то есть сделать максимально, вот, как должно это было быть сделано изначально. То есть мы занимаемся все обычно, если не своим каким-то основным функционалом, обычно нам скидывают всякую фигню, которую, типа, разберитесь, ребят, без вас никак, я знаю, что вы точно сделаете. А нам сложно отказать, потому что... Остаточному принципу, то есть что-то такое, загибается. Ну, да, действительно, остаточный принцип, потому что, скажу так, что, по хорошему счету, в любой компании, нет, не в любой компании, вот именно в логистике, ну, и во многих похожих по модели, по бизнес-модели компаниях, безопасность, это поддержка бизнеса, будем честно говорить, да, то есть мы не генерируем прибыль в большинстве этих случаев, то есть мы не являемся создателями чего-то, какого-то продукта, то есть нам, условно говоря, поступают данные, мы их обрабатываем и выдаем ответ, типа, можно ли... То есть наши клиенты, это внутри компании, по хорошему счету, мы не вне. И поэтому часто бизнес к безопасности относится не то, чтобы преднабережительно, но если можно бюджет сократить, то мы сократим, начнем именно там, в основном бывает так. Потому что мы поддерживающая функция. То есть есть компании, у которых безопасность, это выделенная функция, это бизнес-юниты, которые занимаются безопасностью на аутсорсе, там вопросов нет. То есть вы безопасность и генерируете прибыль. Когда безопасность, это поддержка каких-то внутренних процессов, обычно на ней экономят, обычно не понимают, чем она занимается, но это на самом деле больше проблемы руководителя службы, чтобы он донес вообще информацию до всех внутренних клиентов, чем вообще мы занимаемся, чтобы было понятно. То есть это как раз одна из тех функций была, когда я был руководителем. Максимально прозрачная работа, чем мы занимаемся, что мы делаем, чтобы каждый мог это посмотреть, увидеть, пощупать, и чтобы не было, словом говоря, секретов. Вот. Да, я тебя хорошо понимаю, и такая проблема возникает не только в более, не знаю, таких инертных отраслях, да, но и даже в IT, где безопасность сама генерирует денег, значит, собственно, она где-то на втором плане. Как ты считаешь, как ситуация будет меняться в ближайшие годы? Поменяется ли что-нибудь коренным образом? Ну, если честно, из меня пророк такой себе, ну, исходя из того, что происходит, конечно, будет меняться. Вот. Сейчас, в первую очередь, мне нравится, что меняется парадигма, что безопасники, это должны быть обязательно выходцы из каких-то внутренних органов. Вот. Я сам никогда нигде, ни к чему там вот этому, ни к военному, ни к отношению, ни к полицейскому, МВДшному и так далее. Вот. Я совершенно случайно, можно сказать, оказался в этой сфере корпоративной безопасности. Вот. В меня там, условно говоря, поверила пара человек, и оказалось, что очень даже не зря. И я рад, что сейчас меняется тема и приходят на работу более открыто мыслящие, готовые к адаптации, причем быстрой адаптации. Сам видишь, как все довольно шустренько меняется, происходит там. То есть, учиться каким-то новым вещам. Ну, я говорю очень общими, абстрактными вещами, но я думаю, что меня поймут люди, о чем я имею в виду. То есть, которые могут, условно говоря, вот, знаете, такой, это же механизм бюрократический, как-то подвинуть. То есть, чтобы привычные представления о профессии самой, оно не поменялось. И как раз таки сейчас потихоньку, ну, по ряду причин, в том числе, и при полной себе биологических, то есть, люди стареют, их меняют совершенно другие молодые ребята, которые думают по-другому совершенно. Вот. Меняется сам специалист, меняется их уровень мышления, меняется их подход к работе, и люди становятся более открытыми к внешним, открытым технологиям, как раз таки. Asint тоже, ну, он же никогда не был такого, что Asint это что-то новое. Всегда это было. Но люди сейчас начали больше присматриваться к тому, что оказывается, что можно не только быть в серой зоне, а можно по хорошему счету некоторые задачи, и даже большинство задач, попробовать решать в белой зоне. И не быть там, там, в одной, ногой нарушать закон, а второй ногой не нарушать закон. Оказывается, можно как-то это все решить полюбовно. То есть, это один из моментов. Можно научиться чему-то новому, можно попробовать, как раз таки, да, возвращаясь к курсам, которые ты вот выиграл, потрясающим образом, можно научиться чему-то такому, а потом это донести до компании. То есть, не обязательно это, тебе компания что-то должна оплатить, чтобы ты там почему-то пошел. То есть, это первую очередь должно интересно быть тебе. Люди стали открытыми к новым знаниям и более открытыми к тому, чтобы доносить эти знания до тех людей вокруг тебя. В том числе, кстати, я занимаюсь этим в рамках сообщества. То есть, если я нахожу что-то интересное, что может повысить квалификацию, повысить какое-то, ну, скиллы, компетенции, важно, что конкретных там людей, может быть, это понадобится какому-то одному человеку. Но если это ему понадобилось, и благодаря мне он стал лучше, то есть, ну, камон, что может быть лучше этого? Вот. Что будет еще меняться? Будет, скорее всего, все идти больше в цифровизацию. То есть, все ручные процессы максимально будут переходить в какую-то автоматику, не знаю, наверное, как-то так. Вот. Ну, и само собой, люди будут больше сейчас ударяться в информационную безопасность. Скорее всего, информационная безопасность сейчас станет намного важнее, чем любая другая. То есть, даже, ну, вроде бы должны быть они как бы, ну, экономическая, кадровая и так далее, они должны быть сопутствующими, но инфобес сейчас у нас, так как, скажем так, на пике моды. Будет, значит, так. Да, действительно, в тренде, согласен с тобой. Ну, слушай, ты, конечно, может, ты не пророк, но расписал довольно красочно и очень емко. Спасибо. Если брать с тему развития, да, и чему бы вообще хотелось научиться, что бы хотелось сделать, можешь рассказать, куда лично ты движешься, на какие интересные области смотришь, что считаешь перспективным? Я очень в последнее время увлекся таким потрясающим явлением, как поиск информации про фирмы Аданьевки, про всякие обнал-конторы, вот, и я этой информацией бесплатно делюсь с коллегами своими. Ну, моя задача, это, в первую очередь, как раз-таки, благодаря, наверное, Асинту, и, наверное, стоит залезть в тот самый, так называемый, Darknet, вот, и попробовать себе, ну, поискать больше источников информации, либо же поискать людей, которым помогут в этом плане научиться, искать информацию в Darknet, именно по темам, связанным с фирмами Аднодневками. То есть, это моя пока вот такая, не знаю, чтобы стихия, мне это просто очень нравится. Не знаю, почему, но как-то так полюбилась, что я уже занимаюсь противодействием и мошенничеством уже очень много времени в какой-то мере, вот, поэтому хочется как-то посвятить себя чему-то еще более глубоко. Вот, это первое. Второе, наверное, я все-таки хотел бы как-то больше освоить тему, связанную с этими гитлабами, гитхабами, найти какие-то потрясающие инструменты. Есть коллеги, которые, ну, коллеги, знакомые всем люди, например, там, Максим Бафамет со своим Асин Саном, тоже, который подумал, что почему будет все не собрать самое интересное в одной и вот как-то соединить и упростить задачу. Но, опять-таки, я говорю, что в рамках диверсификации нужно всегда полагаться не только на какой-то один инструмент, а стараться найти первоисточники и еще что-нибудь такого рода и как-то самому их задействовать в своей работе. Ну, тут, наверное, играет роль в том, что я совсем не технарь, больше гуманитарий, хоть мне немножко стыдно, но в чем-то одном я силен, в чем-то другом я должен быть слаб. Это все нормально. Вот. И, наверное, хотелось бы понять какие-то, наверное, основы информационных инфобеза, вот, потому что профессия будет сейчас очень сильно меняться, безопасненько, и если ты не будешь знать какие-то, наверное, базы, хоть какую-то базу, да, наверное, ты будешь сильно терять ценности и проиграешь конкурентам, которые уже имеют, ну, что-то знают. Тоже был интересный момент. Была какая-то новость недавно, где какой-то журналист сказал, что его не приглашают никуда на работу, потому что он не может утвердительно ответить на вопрос, что он пользуется или знает, что такое асинт. Примерно то же самое, я думаю, ждет безопасников через некоторое количество времени, что если они не будут знать, что такое норма инфобеза, что такое асинт и прочее, 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 их тоже никуда не возьмут, и они будут проигрывать конкурентам, которые это все знают, готовы учиться, открыты для новых знаний, для чего-то, в принципе, такого. Вот как-то так. Ну, и, наверное, отдельная главная боль, это, наверное, не то, чтобы научиться, это я пытаюсь для своего сообщества придумать, наверное, телеграм-бота. Я пытаюсь понять, как это делается, пока это все, для меня все очень сложно, вот, но это все в процессе. В общем, все и приходит к тому, что нужно учиться шарить в IT. Ну, да, да, это правильно, логично, потому что все туда и движется. Мы по хронитражу уже за час, на самом деле, вышли, довольно много всего, я думаю, наговорили, и как ты уже упомянул, может быть, даже получится и отдельный тогда подкаст сделать, если аудитории будет интересно дальше погружаться вглубь. Может, хочешь, рекламировать свои сообщества, вы туда пускайте вообще людей со стороны, или там такие очень закрытые клубы? Ну, так сложилось исторически, что все сообщества, которые ведут безопасники, они в основном закрыты, потому что много обсуждается о первых чувствительной информации, а во-вторых, чтобы туда просто не попали мошенники, потому что когда речь идет про общение на какие-то трендовые темы, то есть на противодействие мошенничеству, то есть если это будет смотреть мошенник, условно говоря, то все твои труды пойдут на смартфон. Наверное, с этим сталкиваются в том числе осинтеры, когда они хотят поучаствовать в каком-то реальном расследовании, которое ведется в уголовное дело или еще что-нибудь такого рода, и часто людей просят не лезть, потому что вы можете сломать то, что до этого нарабатывалось очень активно. То есть примерно здесь то же самое. стараются не брать всех подряд, а стараются брать людей приближенных в сфере, поэтому я рекламировать наверное ничего не буду. Единственное, что если у вас какие-то есть знакомые из безопасности логистических компаний, ну в принципе большинство из них знаю, но если вдруг, то их я готов с ними пообщаться и пригласить, поговорить с ними, то есть поделиться интересными практиками. Сейчас я, кстати говоря, взял для себя, ну решил, что нужно разнообразить свою жизнь и в рамках сообщества предложил такой вариант, что живого общения, то есть я приезжаю в какой-нибудь офис, и мы вместе, например, посмотрим там на ваши сильные слабые стороны, что можно дотюнить, что можно улучшить, то есть не только как-то цифровая сфера, чтобы преобладала сообщество, а чтобы была какая-то живая тематика. Ну, как говорится, себя показать, на других посмотреть, чему ты сам научишься, чему ты сам научишь, поэтому всегда нужно делать что-то еще. Главное, чтобы что-то делать, это для меня принципиально важно. Да, полностью тебя поддерживаю. Ну, что тогда, спасибо, что пришел, рассказал настолько много всего интересного, вот тогда, надеюсь, что до следующих встреч. Да, всем спасибо, если кто-то дослушал до конца.